Уважаемые коллеги, я приветствую вас снова на канале выставки Росмол. Я напоминаю, что выставка очень скоро, поэтому, пожалуйста, успейте зарегистрироваться заранее, чтобы не стоять в очередях, ну и чтобы получать наши новости. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, вы увидите там все последние новости, все обновления деловой программы. Сегодня у нас очень необычное для меня особенное интервью, как для любительницы хоккея. Я представляю нашего гостя. Это трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина и основатель единственного завода в России по производству профессиональных клюшек «Заряд» Данис Зинорович Зарипов. Данис Зинорович, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дарья. Ну, наверное, необычное засчитание такой выставки «Росмол» и «Хоккея». Расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания первого в России завода по производству клюшек и почему это важно для хоккея в России, ну а также почему это важно лично для вас. В первую очередь, это, конечно же, сказалось то, что в нашей такой большой хоккейной стране мы не имеем собственного производства хоккейных клюшек. Хотелось как-то войти в эту нишу и хотелось нашей стране предоставить профессиональный продукт, сегмент, которым бы многие профессионалы, а также и любители, и дети пользовались. Поэтому вот пришло время, появились возможности и в 2016 году мы в городе Набережная Челны, это республика Татарстан, запустили завод по производству профессиональных хоккейных клюшек «Заряд». За короткий период нам удалось организовать полный производственный цикл, который позволил нам выпускать порядка 70 тысяч клюшек в год. Наша продукция хорошо зарекомендовалась среди профессионалов на сегодняшний день, а также и среди любителей. Ну и, конечно же, мы не ограничились только Российской Федерацией, также пользуются нашим продуктом ребята из-за рубежа. А лично для вас почему это важно? Ну, это очередной мой какой-то этап, который хочется достигнуть, и это такая же победа, как и в хоккей, как и на льду для меня. Так что первые дни начала работы производства я практически полностью вовлечен в него, и мне хочется, чтобы все-таки о нашем продукте знал весь мир. Расскажите подробнее, пожалуйста, какие клюшки вы изготавливаете, то есть насколько они подходят каждому, подходят ли они паралимпийцам, например, и почему вы считаете, что они лучше западных? Мы изготавливаем все сегменты, начиная от профессиональных, и практически для всех возрастов, для любителей и для детей, также и клюшки, которые подходят специально для паралимпийцев, то есть для людей, которые ограничены действиями. Была политика такая, что мы должны обеспечить всех желающих нашим продуктам. Ну, на сегодняшний день мы производим такую линейку. Чем они лучше западных? Я не любитель, конечно, так вот сравнивать и говорить по глазку это все, да, но с первого дня я сам тестирую все новые модели и сам играю ими. До этого я играл с западными клюшками, но сейчас я не вижу каких-то минусов в нашем продукте по отношению с западными. То есть равноценно такая же клюшка, и мне все в ней устраивает. От ребят слышу хорошие отзывы. Вот как раз про ребят. А какие клубы пользуются клюшками «Заряд»? На сегодняшний день много ребят играет в КХЛ. Как бы клубы перечислять я не вижу смысла. То есть ребята играют в КХЛ, а также многие ребята в ВХЛ, ВХЛ и, конечно же, молодежная хоккейная лига. Берут наши клюшки, и многие из них показывают хорошие результаты. А насколько доступны данные клюшки по стоимости для обычных российских семей, если их сравнивать с аналогами? Наши клюшки на 30% дешевле, и я считаю, что это правильный подход нашей компании. И в этом и большой плюс как раз доступности для всех. Но, как говорится, соотношение цена и качество. Из каких материалов изготавливаются клюшки, и зависите ли вы от импорта материалов? Наша компания использует углеродное волокно полностью российского производства, компания «Юматекс», самого высокого качества, которое применяется в космических целях, автомобильных, ну и многих других отраслях. Экспортируете ли вы свою продукцию? Да, мы сотрудничаем со многими странами, но по большей степени это страны Азии, то есть Турция, Израиль, Арабские Эмираты, Узбекистан. Потому что в связи с ограничениями на сегодняшний день многие страны недоступны для нас. Производятся ли другие части хоккейной формы на заводе, и есть ли такие планы? Пока это все в планах, но наши планы амбициозны, и мы в течение этого года планируем запустить, пошив всей линейки формы, ну, хоккейной амуниции. Плюс к этому мы уже произвели весла для гребли, мотокомпоненты для спортивных мотоциклов. Ну, вот и в таком направлении мы сейчас работаем, стараемся развить наше производство до максимума, и в планах занять лидирующую позицию среди производителей спортивной экипировки, не только в нашей стране, но и за пределами тоже. Ну, вот вы, по сути, ответили на мой следующий вопрос о планах развития. Есть ли что-то еще дополнить к вышесказанному? Есть ли еще какие-то планы? Планы, они растут постепенно. Надо преодолеть сперва этот этап с тем, что на сегодняшний день мы производим, удостоверить в его качестве, а дальше уже придумывать и реализовывать дальнейшие продукты. Ну что ж, если вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и поделиться им, а также подпишитесь на наш канал YouTube, таким образом вы поддержите наш канал, ну и поможете распространить полезную информацию. А я прощаюсь с вами очень скоро, увидимся на Росмолд.